Партнер прогнозу погоды на 34-му телеканале ГИНГГОВИД. Инновационный продукт из Чехии. ГИНГГОВИД помогает очистить кровоносные судины и восстановить здоровье. Солнечное настроение. Поспособствует ли ему природа в пятницу 8 сентября? Вы узнаете вместе с прогнозом погоды в следующие несколько минут. С вами Николай Диденко. Здравствуйте. В ближайшие сутки осень снова напомнит нам о том, что жаркое лето уже позади и пришло время пасмурного неба и дождей. Но сентябрь это не только одни осадки. Местами прогнозируются и прояснения, причем довольно частые. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 20 градусов. Далее детальнее синаптической ситуации в каждом из регионов. В Центральной Украине температурные показатели составят от 14 до 21 градуса тепла. В Полтавии и Черкассах в предрассветные часы дождливо, но к утру осадки стихнут. Весь последующий день в регионе будет преобладать переменная облачность. На юге страны термометры в течение суток пока ждут 17 до 26 градусов со знаком плюс. Облака на небосводе будут присутствовать с ночи и до позднего вечера. Но к осадкам это не приведет. Температура воды на побережье Черного моря от 18 до 23 градусов тепла. Если вам необходимо улучшить память, слух, зрение или мозговую активность, покупайте в аптеках Гингавит. Гингавит – партнер прогноза погоды. Теперь о синаптических данных и для западных областей. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 10 и 18 градусов выше нуля. Дождливая ночь выдастся в Ивано-Франковске и ровно. На рассвете облака закроет небо по всему региону. Но зонты жителей западных областей могут оставить дома. В течение дня осадки не предвидятся. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до плюс 11, а максимальная достигнет 18 градусов тепла. В первой половине дня дождевые тучи навестят Чернигов, Сумы и Житомир. Но уже после обеда осадки стихнут, и жители региона смогут наблюдать небольшую облачность с прояснениями. На востоке день также не обойдется без осадков. Местами прогремят и грозы. При этом и просветы на небе будет достаточно. Местный термометр в течение суток покажет от 16 до 23 градусов выше нуля. Температура воды на побережье Азовского моря 21-23 градуса тепла. С 1966 года 8 сентября отмечается Международный день грамотности. В настоящее время 860 миллионов взрослых людей в мире остаются неграмотными. Более 100 миллионов детей не ходят в школу. Этот день посвящен предложениям, направленным на решение существующей проблемы в данной области повышения уровня грамотности на планете. А теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут плюс 14 градусов, а днем прогнозируется 23-25. Вследствие небольшой облачности станут дожди в Луганске и Алчевске в полуденное время. Но надолго тучи здесь не задержатся. Вечер в области предвещается без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 15-18 градусов выше нуля. А в обеденные часы они будут колебаться в пределах 23-25 градусов. Наряду с частыми прояснениями синоптики обещают жителям и небольшие дожди. В Мариуполе они пройдут перед рассветом и во второй половине дня. А в Донецке в дневное время. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 16-18 градусов. А в полдень столбики термометров поднимутся максимум до отметки плюс 23. В области предвещается переменная облачности и отсутствие осадков. Лишь ночью в Кривом Роге пройдет дождь. И о данных синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 12-17 градусов тепла в течение дня в Киеве прогнозируется частая смена погодных условий. В ночные часы предвещается дождь. Утро и вечер обещают быть пасмурными. А вот днем облака немного раступятся и позволят солнцу порадовать гостей и жителей города. Вот такая погода ожидает нас с вами в пятницу 8 сентября. Цените каждый момент своей жизни и старайтесь думать только о хорошем. До встречи в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok